В совещании состояния энергорынка для Путина получилось достаточно личным. По подготовленной речи он до и дела уходил к собственным записям. Там полная выкладка коллапса, в который сегодня погружается Европа. Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому пресские необдуманные действия могут привести, и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят. Уже приводят к серьезным дисбалансам. Таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов. Холодная весна снизила запасы европейских хранящих, потом летний зной остановил ветряки. Но главным поводом для происходящего сегодня на рынках ставят все-таки системные ошибки европейских властей. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к бережевой торговле газом. И оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывают специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенностей. Газовый рынок уже не просто демонстрирует панику, он ушел в крутой пике, что ни день, то новый рекорд. С осени ценник вырос двое. Если сравнивать с прошлым годом, голубое топливо в регионе подорожало в 8 раз. И врачиновники винят в этом дождь, ветер, глобальное потепление. Пайтрасит, просись. В Европе стало меньше ветра, еще и сократились возможности гидроэнергетики. Наши подземные хранилища заполнены всего на 75%. Это самый низкий уровень за 10 лет. Есть еще, правда, решение самой Еврокомиссии. В июле Прюссель принял пакет мер, который якобы позволит страну свету уже через 9 лет сократить выбросы парниковых газов вдвое. Глава ЕС и сегодня торжественно заявила. Горящие фьючерсы не заставят Европу сырнуть. В июле ветер, солнце и вода якобы обогнали уголь и газ в качестве источников электроэнергии. Вот только статистика Газпрома неумолима. Поставки снижались только в 2020-м, когда экономику затормозила пандемия. 21-й год – это год восстановления экономики. За первые 9 месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров. Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу, наших энергоносителей и в том числе газа. В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своих потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. А ведь Путин предупреждал европейский бизнес еще 11 лет назад. Увлекаться энергетическими альтернативами не стоит. Тогда Германия объявила, что готова остановить свои АЭС. «Немецкая общественная, мне нравится атомная энергетика. Я не хочу давать никаких комментариев. Но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? За дровами тоже в Сибирь надо ехать, понимаете? Теперь немецким бергерам не до смеха. В Европе массово останавливаются предприятия, первыми пострадали заводы по производству удобрений, и это наверняка отразится на сельском хозяйстве.